всем привет сегодня я расскажу вам о двух новостных сайтах и что такое краудфандинг ну первым основным новостным сайтом у меня был youtube до 24 февраля после все русские новостные сайты они на трубе отрубили трубой я называю сайт youtube потому что обычно народе его называют трубой в нем какие есть удобства вот шестьсот тридцать три тысячи триста тридцать восемь человек его посмотрела за время живой трансляции и живая трансляция длилась двадцать три часа тридцать пять тысяч боков как и обозначает килов тысяча тридцать пять тысяч было лайков и ни одного дислайка вот автор мне этот очень нравится я смотрю ее долгие годы по моему лет 10 или 12 я уже не помню я помню что в 2006 году делал о ней видеоролик как поделить шоколадку вот ну она мне очень нравится это женщина адвокат из украины очень незаурядным умом так что могу всем ее порекомендовать очень дельные вещи она говорит и будь моя воля я бы оставил вообще главой информации об украине и о россии потому что у нее независимое суждение и очень нетривиальное значит в отличие от от татьяны у нее вот такой вот штучки нет я вам сейчас покажу если пойти к ней на сайт вот плейлист и в плейлистах у нее к сожалению ничего не увидите вот зато значит на некоторых сайтах давайте посмотрим здесь ну вот посмотрите вот допустим здесь мы ищем плейлисты и вот в плейлистах мы можем выбрать да вот пожалуйста адъютант его превосходительства какая разница так вот посмотрите видите здесь стрелочка сверху вниз снизу вверх а это в случайном порядке то есть если я так вот нажимаю там фильм идет 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 затем когда все это дело закончится он сам автоматически переключится на следующую серию из плейлиста и так далее и тому подобное то есть поскольку youtube создавался долгие скажем годы и там все таки людей слушали то значит я уже конечно сужу вот об этих таких маленьких удобствах очень как говорится чутко вот сразу видно что посмотрела два миллиона девятьсот сорок семь тысяч семьсот шесть человек 15 тысяч лайка ни одного дизлайка то есть вся информация здесь как говорится и есть но даже здесь вот о Татьяне все равно я могу посмотреть количество просмотров причем посмотрите человек набрал семьсот тысяч просмотров меньше чем за день вот таким вот образом а теперь значит на трубе вот ее нюансах я значит заканчиваю теперь перейдем я это называю недопиленный рутюб вот посмотрите вот я допустим хочу зайти и посмотреть новости ну вот по Украине ну ну вот о героях как говорится из Азова которые получили смертный приговор ну на большинство на большинстве из каналов если ты включаешь какой-нибудь видеоролик сразу выползает дрянная значит реклама причем их обычно две сначала одна реклама длится нажимаешь на кнопочку потом другая и только потом начинаешь смотреть но если ролик там минут десять двадцать то она еще пару раз у вас появится ну это просто очень безобразно вот то есть какие там ребята пилили ротюб я не знаю ну вот ну ясно же вполне очень простые вещи вот посмотрите на них эти простые вещи отключить рекламу сделайте количество просмотров данного ролика и лайки без лайки если вам нужны деньги сделайте краудфандинг или попросите помощь у государства патриотов ну достали же вы своей жадностью что такое краудфандинг это народное финансирование значит если человек решается делать какое-то дело он собирает народ и все кто может ему помогают вот и причем значит существует множество проектов краудфандинга и каждый должен решать чем и как поддержать примером краудфандинга вот пожалуйста является Патрик Ланкастер вот этот храбрый американский репортер он практически показывает все о том что происходит на Донбассе затем посмотрите на эту кнопочку вот а вот я ее убрал вот если сейчас я даже вот так вот уберу громкость и начну потихонечку вам прокручивать но вы где-то увидите субтитры вот пожалуйста субтитры значит субтитры даются здесь на английском языке но как правило за ними следует еще и голос а говорят обычно по-русски вот послушайте ну по крайней мере слышите что человек за кадром говорит на русском языке общаются они с Патриком а Патрику частенько помогают переводчики вот но тем не менее парень он бравый и храбрый вот и тянет такое дело как говорится только на своем энтузиазме ну и на краудфандинге то есть как понимаете это просто зависит от самого человека значит ну все мои претензии по Ротюбу значит я вам неспроста показал пожалуйста где только можете этот видео покажите чтобы достучаться до этих Ротюбовцев Ну нельзя гнаться за деньгами Вы же на всю Россию Работаете Уберите Чёртову рекламу Или кнопку сделайте, отключите её Или сделайте краудфандинг Ну Ходите, молите, просите Ну избавьте нас От этой чёртовой рекламы Смотреть же невозможно Вот Ну ладно Кто хотел меня Услышит Меня за критику сильно Не ругайте Я пользователь опытный И то, что я говорю Я знаю, о чём говорю Вот Ну невозможно для нормального Пользователя, чтобы пойти Просто посмотреть какие-то конкретные новости И смотреть вашу несчастную рекламу Ну что вы там От жадности, что ли, ошкалели Вот Ну ладно Значит, я желаю Всем пользователям Всего самого доброго Всего самого лучшего И до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok